Продолжение следует... Не знаю, что тут надо делать, но по графике она похожа на Papers, Please, но единственное, как я понял, нам не нужно проверять всякие документики у шалопаев, у этих, у проходимцев, не надо проверять их, что они там перевозят, грузы, контрабанду, вот это вот всю дичь, мы обойдем, мы просто будем жить с низким социальным статусом где-то под Польшей или в Польше даже. Давайте начнем. Польская Народная Республика, декабрь 1981 года, между прочим. Ну да, вот так я и представлял себе. Эти квартирки вот эти вот обшарпанные, завтра канон Рождества. Как же быстро летит время. Да, вот только что, блин, 31-е было. Мне нужно подарить дочери что-нибудь на Рождество. Ну вон кукла, или дочь сидит, не могу понять по пикселям. Она рассказала мне об одной кукле из Восточной Германии несколько месяцев. Я рад, что наконец смог себе позволить ее купить. Это как-то пропускать можно? Так, ладно, я еще попробую достать ее любимые конфеты и мандарины. Что? Что? Я не получил под удовольствием карточку на мандарины. Любопытно. Как? Блядь, а как я и там, и там буду читать-то? Подожди. В Польской Народной Республике, чтобы купить еду, помимо денег, требовалась еще и продовольственная карточка. И без нее покупать продукты в магазинах было практически невозможно из-за дефицита товаров. Ты прикинь? Нет, нет, думаю, это какая-то ошибка. Нет, не может этого быть. В смысле, как не дали карточку? Карточку всем должны давать. Ну как без мандаринов-то, блядь, канун Рождества. Это будет худшее Рождество в жизни. Надеюсь, она меня простит. Ну, ты ей куклу подарил. Я так по ней скучаю, но куклу подарит и нормально будет. Надеюсь, ее мать даст мне с ней повидаться сегодня. Так, АД. Е. Военное положение по всей стране. Хорошо. Е. А, это дверь. Я думаю, что мы застрелим. Опа. Powerful Toilet Lord. Хорош. Что делать надо? Здорово, соседи. Надо дверь-то закрыть, а то все-таки ограбим что-нибудь. Соседи, здоров. Где ты достал этого карпа? Нажми А или пробел. В продуктовом на соседней улице еще есть. Хорошо, сейчас хожу и куплю себе тоже карпапка, говорит. Ну, там, ну, бабка и детка, да? Давайте покурим, что ли. Нет? Снег. У нас тоже сейчас под окном, кстати, снег пошел. По лисе. Приветствую, товарищ. Давно не виделись. Не хочешь провести серьезную дискуссию? Так, ну, конечно, хочу. Давай дискуссию. Как насчет подискутировать об очень важных вещах? Отдавай, черт с собой. Эх, еще. А, мы пьем, что ли? Тьфу ты, блин. Конечно, давай еще одну. Уснулся в гробе. Конец. Охуительная история у нас с вами вышла. Вышли из дома, взяли куклу, уснулись в гробе. Напились, уснулись в гробе. Нормально. Нормально подискутировали, я бы сказал. Прям в дискуссии от бога. Не, ну надо как-то дочке подарок-то отдать. Не, ты же знаешь, я больше таким не занимаюсь. Я не буду с тобой дискутировать. Тут это хоня заниматься. Потом с никого валяться. Нахер мне это надо, эти приключения, блядские. Так, бери с мышкой. А куда нам? О, у этого парня есть карточка, которая мне нужна. Прошу прощения, извините, что беспокою вас, но мне правда очень нужна эта карточка на мандарины. Для чего? Ты действительно думаешь, что меня это волнует? Хорошо, я бы не стал вас беспокоить, если бы это не было так важно. Оставьте меня в покое, вы пьяны? Что вы? Нет, пожалуйста, послушайте. Зачем тебе эта карточка? Укрась карточку бой. Ой, может быть просто сказать, что это для моей дочки? Сколько лет твоей дочери, товарищ? Ей почти 12. Почему она не с тобой? Она живет с матерью, и мать не разрешает нам часто видеться. Поэтому я хотел бы сделать нашу встречу в Рождество особенной. Бедняжка. Немного мандарин в Рождестве точно ее обрадует. Хочешь купить для нее еще что-то? Должно быть на уме что-нибудь еще. Когда-нибудь я хотел стать лучшим отцом и купить все мандарины мира для нее. Я, правда, хотел бы сделать для нее намного больше, понимаете? Да, вот это наверно. Ну, знаете, товарищ, я ведь для вас чужой человек, не так ли? Вы не знаете моих намерений. Вдруг я мерзавец? Подонук? Ну, очень надеюсь, что это не так. Это ведь не так? Так, я таймер, блядь, забыл включить. Мерзавец, подонук. Черт, заставил ты меня чувствовать себя виноватым, глядя на то, как сильно ты хочешь быть хорошим отцом. Почему это? Я только что понял, что моя мать снова проводит зачельник в одиночестве. А отец? Моего отца они... Его нет здесь. Не хочу об этом. А, я понимаю, да? О, у меня есть просьба и предложение одновременно. А? Я дам тебе карточки на мандарины, может быть, что-нибудь еще. А ты добеги до моей матери, узнай, всего ли ей хватает на Рождество. Давай поможем, ну, обмен, это типичный квест. Спасибо тебе большое, товарищ. Когда-нибудь отплачу с удвоенной силой. Где живет твоя мать? В следующем блоке. Первая дверь. Найти несложно. Она не испугается, что к ней пришел незнакомец? У тебя доброе сердце, поэтому не думаю, что мне нужно об этом беспокоиться. С Рождеством и до встречи, дружище. Вот, все, квест есть. Пивекс. Сеть магазинов, основанная в 1972 году. В коммунистическую эпоху в Польше, которая принимала оплату только в долларах США и других твердых валютах, вместо местной валюты золотых. Пивекс был единственным поставщиком товаров, которых в то время не было в Польше. Например, электроники Запада. Видно, и мандаринами торгуют. Так, первая дверь. Это там сюда, да? Пойдем. Блин, я не спросил номер дома или хотя бы имя. Как я и найду? Да, задарась тыка, а? Комендантский час 22.00 до 6.00. Хорошо. Не любляйте комендантские часы. Потом маски еще заставят надевать. Это вы бабка, что ли? Извините. А, это не, нет, нет, я говорю. Добрый вот, чем могу вам помочь, товарищ? Я еще одну женщину, типа должен помочь ей с рождением. Я и дальний родственник приехал в гости. А, о ком речь-то идет, женочек? Одинокая старушка без мужа, сын ее не навещает. А, этот зазранец. Вы, наверное, имеете в виду Янину. Она живет рядом с нами, там. Спасибо вам большое и с наступающим. А-а-а, еще злее его. Какая злая старуха. Ток-ток-ток-ток, открывай, Эльдорадо. Ваш сын прислал меня. Сын? Он сказал, что у него нет времени отвлечься и попросил мне помочь вам. Эх, он всегда занят. Я иногда не понимаю, кто что говорит, очень сложно. Кто он такой? Я его хороший друг с работы. Откуда мне знать, что вы не вор, а? Ходят тут всякие по подъездам, шляются, потом бабку открывают, а их потом с топором в голове находит. Простите, я не его друг. Он сказал, что если я вам помогу, то он даст мне карточки на мандарины. Понимаете? Я потерял свои и хотел купить моей маленькой дочке несколько мандаринчиков. Она любит их. Заходи, я... Я-я-нина. Но ты можешь звать меня Яни. Я, конечно, знаю, что год уже не те, но... Так я чувствую себя моложе. Да. Вы действительно мне дверяете и не боитесь меня? Мне все равно нечего терять. Ну, старость не радость, а ты просто хочешь помочь. Че терять-то бабки-то старые, да? Прошу прощения, за такое представление меня зовут Станислав. Заходяй, Станислав, мне надо закрыть дверь, иначе котеночек сбежит. Хорош. Здесь правда уютно у вас тут, мило. Мяу! О, как у милых котеночек, да. Мяу! 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 У вас все есть-то? Какое странное чувство. Что-то не так? Нет, не думаю. Просто здесь давно не было столько людей. Одного, что ли? Надо только двое и кот. Мяу! Да. Неужели он? Забудьте. Правильно, для меня уже-то уже много. А что на счет вашим сын-то? Вот это вот, который там мандарин попает. Э-э-э-э. Че за-э-э-э. Куда пошло-то? Куда пошла старая? Так. Запись идет? Запись идет все хорошо. У тебя он елку наряжен, все у тебя есть. Че тебе надо-то для счастья? Че тут учился? Ой, Зен, довольн, занятой. у него семья важный работ который должен выполнять до его работу в любом случае я думаю что она вам не позаботиться и с тех пор как мой муж умер я не могу заставить себя открыться я сочувствую вам да если вы конечно не возражаете мне рассказать не возражаю чё возражать то не надо заражать закрывается что хочу я чуть-чуть закрывается они закрывают рыбный ларек пожалуйста ты не мог бы принести меня карпа оттуда без проблем расскажите эту историю когда я вернусь конечно да я очень благодарна ты так много для меня сделал я просто предложил помочь и все никто не делал это для меня уже очень давно бабка старая карп до сих пор является классическим блюдом в канун рождества в польше это одна из самых легких для разведения рыб при том что она довольно крупная поэтому кара был введен правительством как противоядие от нехватки продовольствия хорошо а я почти забыл внучку дожди скажи им что это длиянина не поймут так а где мне карпа найти тетка как-то ходе мне больше понравилось снегу валяться пьяным ночи мы внизу пьяный все хорошо все прекрасно где карпта найти там партия тарабарщины это не информация товарищи полицейские эй вы не продаете доллары меня нет интересный факт чин дзы арт зе название прошло произошло от искажений валюты это разговорный термин для людей которые имели дело с твердой валютой во времена польско-народной республики долларами хоть такая практика и была незаконной но власти закрывали на нее глаза и даже сотрудничали с ними ты знал это я не знал а говорят игры бесполезные они полезны ты вон узнаешь что-то много всего чё кто последний то то крайне спрашиваю последний кто что ж думаю мне следует подождать но мы тут полгода ждать будем все в порядке сейчас рыба кончится ты чё сел то рыба кончилась у меня слышите что что случилось где я вы потеряли сознание кажись мы рядом с рыбным ларьком черт старт дает о себе знать тоже четвертая очередь которая стою за сегодня я так не купил все что нужно для рождества знаете что подождите я куплю вам карп правда спасибо большое как я карту куплю у меня денег то нет карточки нет к карту куплю нелогично мне два карпа один для я не надо другой для зафии дамы которые вы помогли в порядке до жить будь чё с не будь то чем могу вам помочь два карпа пожалуйста один из них для я не на она сказал мне что вы поймете а второй для той леди которая помог я сказала отдохнуть на улице вот держите оплата а мир не хватает людей с таким добрым сердцем как у вас к тому же у нас была парочка лишних рыб я даже не знаю что сказать ничего не нужно говорить товарищ счастливого рождества спасибо большое счастливого рождества нам какая добрая продавщица просто два карпа халявных адула ты смотри красота по красоте держи вот вам обещанный карп ну боже спасибо большое меня зовут зафия я рад знакомству не за что не только рядом знакомиться вы тоже готовитесь к рождеству да но это не для меня я помогаю старушкам там ходят по квартире куда чечется и с котом болтает что за милая кукла она для кого ты куклу мою не трожь для моей дочери она давно ее хочет мою куклу не дружище сбежит блять я тебя карпом перебу если ты бежишь тебя есть дочь наверно ты должен быть хорошим отцом да она не живет со мной примете там сидела ты тут алименты дела вот эти но судебный это в любом случае долгую историю как вы себя чувствуете расскажи уже лучше спасибо довольно только добрая история получается ладно не над бежать и много забот перед ним увидимся подождите я могу вам чем-то платить и над счастливого рождества счастливого да пойдем за карту сейчас карп у меня украдут вот этот четко какая-то желтая личность нет и полиция уехала такая пока что добрая новая ничего такого не происходит о код слушать и чё выбежал то что учился код и что вы здесь делаете сэр кота что же как я предполагал ну уж давай я заберу тебя домой мау и катал за за пазуху а уже вернулись да да и у меня ваш код эй приятель не объяснялись передо мной вот твоя хозяйка я хотел проверить объявление и видимо за забыл закрыть забыла закрыть дверь я забыл тебе дать деньги на карп забудь справился без них забавная история тогда заходи сейчас мне все расскажешь больше не убегай от меня плохой котенок слишком тяжелый карта я не понимаю кто говорит просто иногда появляется иногда не появляется как я понял не образ ног дергается очень хочет сбежать на правильно тоже не хочет чтобы сожрали в канун рождества то я тоже семья у нее свои рыбки есть учебным да давай его мне пущу его ванну на давай ты только и мои имени давай потом убить не сможешь как имя дашь так все назад дороге не будет ты к нему привяжешься и все и пиздец чесла хорошо тебе расскажи мне что произошло то и так свой я приготовлю нам чаю тремя чашками чая пользуют это не там че чаем ничего чай гоняют и затем я нашел вашу котенка снаружи нет баллазам интересная история покупки карпа которая только слышала я тоже не ожидал такого приключения вы обещали рассказать вашему же он даже так генри был солдатом армии краева я была связи иск и так мы и познакомились он за время ко мне приставал и буду лгать он был очень красив но больше в нем не привлекла привлекла его заботливая личность огуретка случалось во время войны ведь обычно война это не место для любви там перестрелки кровь кишки ты не мог узнать наступит ли тебя завтра или нет когда война наконец закончилась отожгли мы так вообще прям на мальчишнике и на девичнике и свадьбы лову он сделал мне предложение мне было так счастлива потом родился сбигнев с ним вы уже знакомы это было идеально слишком идеально командир бригада вызвали правительство это был подозрительно том что правительство воролус против подпольной группировки польши оправдывает тем что они сотрудничают с врагами конечно же был не так на генри все равно пошел и больше не вернулся все это было ловушкой его арестовали его пытали а потом он умер бабка ну ты чё начинаешь со своей эти тут только что историю добрую рассказала про карпа она мне тут про смерть мужу рассказывать ты чё бабу я не знаю что сказать то вообще даже язык запинается так жаль вам не надо ничего говорить голубчика я просто очень сильно по нему скучаю вот и взяла сейчас мне гораздо легче легче каким образом мне нужно было с кем поговорить об этом это лучше подарок на рождество для меня спасибо да не за что я там идет там пришел опять нам не надо тут людей уже вечеринка как собралась двое в квартире заради стволом я не ожидал тебя увидеть сегодня я знаю но у меня был время подумать мне есть кое-что для тебя на этом от те позже и бен не нужно было о как я вижу танислав пришел помочь черт я пойду так как уже поздно мне все еще надо сделать несколько покупок для моей дочери обещать что вы будете меня навещать обещаю азим вам за сегодня за карпа все а ты мандарин не принес нет а стой как и обещал карточка на мандарины и приходи после рождества думаю я знаю для тебя довольно приличную работу тогда до встречи счастливого рождества и тебе поздравление с н.г. и тебя с рождеством и тебя поздравляю тебя хера уж стемнел нам надо а комендантский час как же нет где на мандарин купить его в ту сторону наверное да ну просто я думал в пивексе но там электроника а почему тогда стоял там в очереди сколько мандаринов по на карточку купим но просто ну три мандарины то мало это блин мандарины как семечки вообще просто открыл съел открыл съел так так можно ведро сожрать вряд ли нам дадут ведро ходу мешочек дали а карпа уже закрыты там и нет ничего дальше а есть я думал докопается но прям гопники стоят наверняка сейчас на меня кто-то докопается вот тоже гопота стоит склеп цен трала про продуктов нафтович в это время цпн был единственным местом где можно был пить топлива или смазочные материалы на пике популярности там было 1400 заправочных станций и почти 600 авто авто цистерн я подожду очередь давай это не мандари нужны пожалуйста здесь мне мандаринов от майка мандарина рождество это отличный выбор товарищ это для моей дочери эх и мать она не позволит мне увидеться с никогда попытаюсь прийти в гости она всегда была такой я должен был знать с первого дня нашей встречи мегера на чет она была такой прекрасной женщины тогда мне было столько желаний сделать мир лучше для нашего ребенка и моя дочь она заслуживает мира какой умный ребенок она определенно не унаследовала этот меня я просто глупо рабочий сэр за вами очередь пожалуйста хоть разговаривать но серьезно пожалуйста уходить а все мандарин один мандарин что ли дальние там за мной не видно но давайте вот так вот сделаем посмотри там один мандарин то прикинь один мандарин и все его и кукла один мандарин и кукла и больше ничего нет блин я конфеты забыл думаю я смогу помочь кто это а зафия магазин называется склеп я бы них они ходил магазин с таким названием о кого я вижу привет возьмите это ваши дочурки слухи распространяются быстро я уже знаю ваши бывшие супруги вы привели расследование следили за мной шпионе любите вы чё мадам для этого из полиции что давайте просто назовем это не несчастным случаем спасибо огромное как не вас отблагодарить то я должна была вас благодарить за утро но если вы так просите то я так и быть этим воспользуюсь не хотите провести рождество вместе я наверно провел было в одиночестве да я согласен а чё нет то гулять то гулять я рада увидимся 25 декабря постойте где вы хотите встретиться не беспокойтесь я найду вас она из какой-то полиции наверное и по тайны а это а где жена живет где дочка то тут рядом с магазином удобно не парься чувак ты понял чё я понял ничего не понял не парься чувак ты понял не парься чувак ты был чё я понял-то ладук тук 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 привет газе какого черта ты хочешь вам кто это бойся пожалуйста это рождество я очень сильно скучаю по обеим отлично просто пообещай что скоро уйдешь я обещаю папочка мандарин принесет мандарин где и конфеты и вы и кукла привет моя девочка по пришел взял террор тебе рождественский подарочек спасибо что не так детка папа почему ты изменил маме я уже взрослый чтоб понимать но она не хочет рассказывать мне что почему ты лжешь ей таким образом ты о чем я ничего не знаю не лгу и никогда не изменял тебя ты изменила мне лет не при ребенке ты чё отец она уже не ребенок она заслуживает знать правду твоя мамочка бросила меня потому что нашла себе хорошенького члена коммунистической партии и не только член коммунистической партии а просто члена тебе пора уходить нет ты должна сказать ей правду эх малышка держи я купил тебе куклу которых ты хотел немного конфеты и мандарины спасибо папа хорошо я все объяснил послушай дочь я была и остаюсь ужасной матерью потому что хотел настроить тебя против твоего отца я просто запуталась запуталась ты серьезно я не видел за своим отцом только потому что ты угол а мне знаю знаю но ты не должна была об этом узнать ты шутишь слушай все хватит давай меня больше не волнует наши отношения не волнует только моя дочь должна позволить нам видеться чаще либо я забираю с собой прямо сейчас ты понял то поняла я ее за шкирку беру и мы уходим мы можем поговорить наедине а нет конечно вы должны обещать мне что мы все и объясним когда закончим обещаю детка и иди поиграй там кукол кутя мандариночки иди 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 вот мать какая шелупонь прикинь к чему бывает в жизни посмотри мужчина с которыми сейчас вместе гораздо богаче он может обеспечить морили великое будущее да где пока что там их там хат такая же как у меня блин ну почти можете нет не крашен может лампа не висит нормально хату меня что ты не веришь что наш ребенок сможет достичь цели без чужих без чужих денег она очень умные талантливые слышала ее пение вообще нет я знаю что она может петь она особенная но ей нужны деньги это деньги тебе нужно ей ничего не надо и мандарины конфеты нужны и все деньги не помогли избавиться от травмы которые ты причинил причинила это он к ней обращается я и я знаю но пожалуйста вещать ее в любое время да как нефиг делать она заслужит иметь отца настоящего отца а что насчет нас вы видите что мы снова вместе нет мне очень жаль не надо извиняться я и так знал об этом далее я не понимаю кто с кем разговаривает вроде два человека между собой и не понимаю кто о чем я просто попробую обеспечить нашей дочери самую лучшую жизнь какая у нее только может быть конечно сделаем это вот возьми это я должен был потратить их на мандарин но я слишком долго разговаривал с кассиром и она попросила меня уйти до того как я заплатил значит как то что вы можете сделать я точно знаю что могу сделать я не исполнил диалога но я точно знаю что могу сделать конец зубин вот это были дни товарищи и по все что давайте выходит боевочку устроим приветствую товарищ мне не надо давайте устроим боевочку но все в принципе две концовки посмотреть давайте устроим боевку с тем у кого есть карточки пасть почему нет посмотрим может меня в полицию заберут будет еще на концовку для карточка 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 я прошу прощения извините беспокою нет я это я не пьян украсть карточку бой что черт возьми ты делаешь а как ебочка 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 мы погибли чем не избили я погибшим сразу заново я ему я ему стучу больно у нас хорошая история получилась правда я всегда за то что первая концовка самая лучшая но то что мы уснули в сугробе это вообще не концовка это так может быть надо выпить для храбрости тогда мы сможем ему набить и бучку так да подожди ты как бить то ага ага мимо ловите его милиционер орет внимательно полиция слева идите за певекс а карточку взяли идите за певекс иду сюда куда сюда что ли я вижу ты настоящий борец товарищ эх это не так все это говорят кроме того где мой манер я тогда уж я станислав они почти поймали меня слушать я видел но они не очень умны но среди белых дня в рабочее время драться у певекс вообще глупо затея нет для моей дочки для дочки ах да я хотел купить ей мандаринов на рождество но потерял свою карточку я видел что она у него есть прям торчал из кармана я просто хотел спросить можешь ли он дать карточку но он послал меня и вот как-то и так это и получилось я сделаю все для моей маленькой девочки сынок что они с тобой сделали это я не на могу сказать что он в порядке он был кем-то важным скорее везунчик он успел попасть на вечеринку и развлекается его отец давно умер почему он бывший капитан армии краева бывшие хорошие слова он пережил войну ну и какая с этого польза его если его пытали в тюрьме я не с тех пор одна эх золотая женщина извините в любом случае спасибо за вашу помощь больше не буду вас беспокоить мне пора стойте может быть я найду вам приложение сотрудничестве после произошедшего заинтересованы да давай почему нет спокойно товарищ дело не в этом я сотрудник службы безопасности не переживайте хорошо тогда в чем дело мне нужна ваша помощь с одним протестом скоро рождество я не хочу использовать силу что помешать это этому протесту но в случае необходимости мне придется я думаю что вы тот человек который мог бы мне помочь и как я этого я могу тебе помочь ну давай расскажи мне все подробность есть идея дипломатического решения этой проблемы вы попытаетесь поговорить с ними но вы должны быть готовы к тому что они могут не захотеть разговаривать и сразу применит силу а что если я не соглашусь и чего вы можете просто и уйти ладно давай я хорошо помогу тебе почему нет история начинается новое это ответ который я рассчитывал услышать товарищи как мы собираемся выбраться на улице куча ментов спокойно теперь у со мной у меня фиат за углом давай ты будешь ты будешь за рулем но я не умею водить прав то нет я расспрашиваю тебя про права иди за мной давай какая темная личность держите его спокойно товарищ он со мной кто-то такой чтобы заступаться на него слышь ты тиву покажи агент службы безопасности вы хотите чтобы я вам я вам показал вам свои документы если они не имеют значения прошу прощения товарищи нам здесь нечего ловить проблема решена ты водишь да садись машину поехали врум 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 форсаж пошел куда едем как бы не сбить никого откуда едем за роги отороплюсь что-то происходит на металлургическом завод забастовка рабочий не выходят 13 декабря, что ты прикинь? И что я должен здесь делать? Вы достучитесь до их совести. Вы взовете к их душам, будто являетесь одним из них и заставите их остановиться. Вы приберитесь туда и поговорите с руководителем забастовки. Да, у них есть забастовочное руководство, и они очень серьезно относятся к своей работе. И что я должен сказать-то им? Ну, я что, приду, скажу, типа, хорош, вы мне это дело прекращаете, я вас их по жопке похлопаю, что ли? Ай-яй-яй? Прежде всего, скажите, что если они покинут менталлургический завод сегодня без происшествий, то они не пострадают. Если мы позволим им дальше занимать завод, они могут вывести из строя доминную печь. Если мы, допустим, этот завод будет закрыт на ремонт, а рабочие останутся без работы. Их не арестуют, они не потеряют работу. Хорошо, думаю, я могу попробовать, но... Но как мне туда попасть? Товарищи, пропустите его, вот это, вот, да. Удачи! Ну, пойдем. Лядь, во что впутались опять? Непонятно. Где твой пропуск? Я работал по фабрике напротив, это... К вам хочу присоединиться, я понял, да? Секундочку. Один из наших говорит, что ты выглядишь знакомо. Проходи, давай. А где мне найти руководство-то? Руководство-то всегда кто-то в центре. Здорово, мужики. Как продвигается забастовка? Подумываем закончить с этим. Почему? Многие отказались от забастовки, когда получили зарплату. Ну, а чё, почему нет? Деньги получили, нахуй я за... Ну, хуй я бастовать. Всё, деньги есть. А другие были арестованы. Если продолжим, то и нас ждет то же самое. Возможно, это неплохая идея, это ничего не изменит. Да-да, а чё, надо заканчивать забастовку? Ну, чё вы начинаете-то? По-другому надо было думать. Надо было продумать всё, чтобы менты к вам не пришли. Надо было заложника взять. Пока что изменилось только количество вертолетов, патрулирующих этот район. Ты прав, всё зря. Как бы я хотел вернуться обрат домой на Рождество, к семье. Верно, канун Рождества уже завтра. Интересно, увидим ли мы их, не говоря уже о том, чтобы провести с ними Рождество? Если мы сдадимся до вторжения полщинцев, они могут отпустить нас нетронутыми. Наивно так полагать, они уже загребли и несколько наших. Но на самом деле, вероятность того, что мы уйдем отсюда на своих двоих, намного выше, если мы... Если удар прекратим мы, а не они. Я больше боюсь за свою семью. А чё, если они узнают меня и их арестуют? На мой взгляд, это имеет смысл, да? Пока что я шёл сюда и случайно услышал разговор двух милиционеров. Они говорили о неприменении силы, если восставшие распустят за восставку мирно. Но я думаю, уже всё сделали. Теперь я просто хочу увидеть свою жену сегодня вечером. И всё, что ли? Ну и товарищи. Ну и ну, товарищи. Не думал, что у тебя выйдет. Пусть тебе окей, что там поговорил, да и всё. Спасибо за сотрудничество. Качественную награду я подготовил для вашей дочери, о которой вы говорили. Небольшой подарок, он в машине. Большое вам спасибо. Давай, отвезу тебя к ней. Здесь? Счастливого Рождества, товарищ. Если интересует, то есть предложение поработать для тебя. Но это уже в новом году. Посмотрим. Счастливого Рождества. А то есть так и так мы попадаем к дочери. У нас есть конфеты. Не парься, чувак, ты понял. Чё я понял? Чё я должен понять? Привет, Гося. Гося, открывай дверь. Это я. Ну чё я хочу? Ну подарки я хочу отдать дочери. Чё ты? Ну это одно и то же. Да она, моя дочь тоже. А, ну это ничего не меняет. Пропустить нельзя. Ладно, наверное, будем заканчивать. Посмотрели несколько концов. Тогда я хоть хат в твою посмотрю. Нельзя? Ну ладно. Так, папочка, что-то не так, детка. Почему-то изменил маме. Да, о чём. Бла-бла-бла. Она уже не ребёнок. Там чё-то про член коммунистической партии. Власть заводом. Власть народом. Но тут, по-моему, никакого даже выбора нет. Так, он гораздо богаче. Я так понимаю, что потому что они расстались. Хотя она говорит, что он богаче, он может им помочь. Конец. Вот это были дни товарищей. Номер один. Это опять номер один. Просто не путём. Ладно. Видите, главное меню. Неплохая тигрушка, в принципе. Можно походить, можно поискать. Понравилось, что есть несколько концовок, что есть несколько вариантов прохождения. А так, достаточно доброе, достаточно интересное. И по факту не муторное, ничего сложного. Поэтому, если хочется попробовать её сам, то можешь. В принципе, я даже, наверное, оставлю ссылочку в описании на Steam. Там зайдёшь, скачаешь, посмотришь. Но выглядит прикольно. Интересная задумка. Может быть, если бы она была подлиннее, было бы больше механик. Тогда бы можно было бы за неё что-нибудь и заплатить. А так она бесплатна. Возможно, это какой-нибудь тест разработчиков. То есть, они решили выпилить. Вот дали игру. В принципе, ты возможно, в следующем году или в этом году выйдешь что-то покрупнее. Ладно. Предлагаю на этом закончить, в общем-то. Как обычно. Подписывайся, жми на колокольчик. Обязательно ставь лайк, комментируй, если есть что сказать, что рассказать. Рассказывай обо мне своим друзьям. Делай репосты. В общем, удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok